Образование в Древней Греции В Греции создание семьи и воспитание детей было обязанностью каждого гражданина. В Спарте даже наказывали мужчин-холостяков, а вот отцов троих сыновей освобождали отнесение сторожевой службы. Родители больше хотели иметь сына, который будет поддерживать в старости и станет наследником. Когда рождался ребенок, отец мог его признать или отказаться от него. В Спарте этот вопрос решали старейшины. Если ребенок был слабый, то малыша оставляли, и он умирал. В некоторых городах были специальные места, куда относили таких младенцев, и любая семья могла взять его и воспитать себе раба. В состоятельных семьях для детей были специальные вещи и игрушки, погремушки, волчки, обручи, куклы. Дети играли со щенками и черепахами, а в бедных семьях они рано начинали помогать родителям. Девочек воспитывала дома мать и учила тому, что знает сама. Девочки умели читать и писать, непременно должны были уметь петь и танцевать, чтобы в дальнейшем участвовать в ритуальных праздниках. В Спарте даже устраивали спортивные соревнования между девочками. Но главным было научиться вести домашнее хозяйство. Они оставались дома до 15-16 лет, после чего выходили замуж и переходили в дом мужа. Мальчики в 7 лет шли в школу. Их обучение было платным, поэтому сыновья бедных граждан учились недолго, а потом работали вместе со взрослыми. Только богатые жители могли позволить своим детям получить хорошее образование. В школе мальчиков учили читать и писать, считать и петь. Писали они заостренными палочками на дощечках, покрытых воском. С них можно было легко стереть ошибку. Только старшие ученики писали чернилами на папирусе. Для занятия арифметикой брали камешки или счеты. В школу ребенка сопровождал педагог, раб, который следил за мальчиком, носил его вещи, учил правильно себя вести. А учитель мог побить ученика за любую провинность. Кроме наук учили поэзии и музыки. Дети играли на флейтах, лирах и трубах, декламировали гимны и заучивали наизусть целые поэмы. А с 12 лет начинались занятия гимнастикой в Палестре. Там проводились тренировки и соревнования. В 18 лет юноши в Афинах начинали двухлетнюю военную подготовку, во время которой их называли эфебами. Они учились ходить строем, выполнять команды, владеть оружием. Через год им вручали щит и меч, как настоящим воинам. И еще год они служили на границах полиса. Юноши с 16 лет и взрослые афиняне, желающие продолжить занятия атлетикой и науками, посещали гимнасии. Там они и тренировались, и общались с философами и учеными. Можно было брать и частные уроки философии, ораторского искусства, но стоили они, как правило, очень дорого. Именно в гимнасии у рощи героя Академа в Академии собирались ученики философа Платона. И в лицее, где преподавал философ Аристотель, тоже был гимнасий. В спарте же главное внимание уделялось физической подготовке. В семь лет мальчиков забирали у родителей и распределяли по отрядам. Взрослые присматривали за ними и специально вызывали драки, чтобы наблюдать за поведением своих подопечных. Детей учили читать и писать, быть молчаливыми и отвечать лаконично, то есть кратко и четко. Условия были тяжелые. На год им давали только одну тунику, еды было мало, поэтому дети воровали ее в округе, а если попадались, то их били не за кражу, а за неловкость. Подросших юношей подвергали испытанию. Их жестоко бичевали, но они должны были молчать. Бывало, что они умирали, не проронив ни слова. Своеобразным военным экзаменом были криптии, внезапные ночные нападения на поселки Илотов, во время которых юноши показывали свое бесстрашие и способностью бить врага. Греки стремились вырастить детей сильными и образованными людьми и воспитать их достойными гражданами своего полиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова